Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Не забудьте подписаться на мой канал Нубас. Самые интересные видео про игры только здесь. Всем привет, с вами я, Александр Сычков. И сегодня у нас в эфире, дорогие друзья, угадайте что? Ну, конечно же, наказание читеров номер три. Вы, наверное, уже название прочитали и специально зашли, если два раза вы это смотрите. В общем, сегодня будет опять наш читер, которому я буду давать фейковый чит. Ну и как вы всегда знаете, что это винлокер. Но, ребят, если это смотрят сейчас мои друзья, типа, понятно уже, то, ребят, я не всем скидываю винлокеры. Если меня просят чит нормальные люди, то есть мои друзья, я им скидываю нормальные читы. А если это такие вот парни, которые, блин, просят читы, там, что-то умоляют меня, которые мне не друзья, то я им просто скидываю по скайпу винлокеры. И, в общем, я не знаю, по просмотрам, конечно, мало просмотров. Ну, можно сказать, что среднее количество просмотров на моих видео в наказании читов. Читер, то есть. Так. Вообще, я сегодня хотел вам показать такого просто прикольного читера. Ну, в общем, мы сейчас с ним всем разберемся. В общем, все поговорим. И все решим. В общем, ребята, вам приятного просмотра. И сейчас вы все увидите. Привет. Вот, смотри. Тебе, я так понял, нужен чит, да? Для игры Копатель онлайн. Я так понял. Потому что мы сейчас играли, да, на сервере. Да. И ты мне сказал то, что тебе нужен чит. Вот смотри, тебе нужен чит какой? Нужен чит, да. На всякую руку, на вещи, там, на всякую хрень. Или тебе нужен, типа, на, военную, типа, игру, который там, бесконечные патроны, все оружие. Ну, ты понял, наверное. Или тебе нужен чит на монеты и кресолы. И такой даже не нужен чит. На монеты и кресолы мне нужен чит, да? Дай мне, пожалуйста, его. Пожалуйста, я очень хочу этот чит. Ну, смей ее дать, пожалуйста. Можешь? Я тебе даже заплатить могу. Можешь, пожалуйста? Дать его. Ну, да, я понял, короче. Или у тебя его нету? Самое главное, я понял, какой здесь чит нужен. Понимаешь, ничего, если я тебя сейчас снимаю, нет? Нет. Нет. Окей. А вот смотри. Допустим, я сейчас снимаю тебя на YouTube. И я просто сейчас рекламирую свой чит своим подписчикам. Это с тобой можно делать или нет? Ты даешь свое согласие на съемку? То есть, потому что некоторые люди не нравятся. Просто я выкладываю видео, они пишут в комментарии или ругаются на меня, то, что зачем ты выложил, удали это видео. Я даже не знаю. С тобой можно такое делать? Ну, давай попробуй тогда. Наверное, можно. Ну да, но самое главное, я понял, короче. Короче. Вот тебе... Вот, смотри. Я снимаю видео про читеров. То есть, я даю читы, и то есть, наша банда читеров становится круче, как тебе сказать, по-другому. В общем, на нашей уже стороне читеров, то есть, есть, которые не читеры, есть, которые читеры. Я на стороне читеров, и ты тоже, наверное, да? Да, я тоже. Короче, смотри, я тебе сейчас даю чит на монеты и кристаллы, как ты хочешь. И, смотри, что тебе надо делать. Ты сначала послушаешь, окей? Да. Да, да. Мне нужен чит такой, чтобы был на монеты и кристаллы, чтобы быть вот такой вот. Ну, самое главное, я, короче, понял. В общем, короче, я сейчас тебе даю читы, скидываю сейчас в скайпе тебе. Что тебе вообще надо сделать? Сейчас ты должен нажать на вот эту вот кнопочку, вот такую вот, вот этот вот крестик такой есть здесь в скайпе. Нажимаешь, вот. Я знаю. Экран показываешь, короче, может, не знаешь, как это делать. Транслировать экран, или как это называется. Ты транслируешь мне свой экран, показываешь свой экран. Дальше, после того, как тебе придет этот чит, ты его берешь, перекинешь на рабочий стол. Ну, ты знаешь, короче. И после этого ты потом скидываешь, точнее, скидываешь, нажимаешь правая кнопка мыши и нажимаешь запустить от имени администратора. Так как, вот, если открыть эту программу без имени администратора, то там будет ошибка или просто завершение работы программы. То есть, она прекращает свою работу и выключает. Ну, ты, наверное, с тобой такое бывало, наверное. Да? Ага. Да. И что делать, то, когда есть ошибка. Ну, наверное, по-моему, наверное, уже все. Ага. Так. Ну, смотри, а ты вот в каком классе вообще учишься? В этом. О, ты здесь? Конечно. А, ну, все, я понял тогда. Спасибо. Так, короче, вот я тебя скинул уже чит. Ты вот, пожалуйста, открой, пожалуйста, вот этот вот. Экран. Свой покажи. Но я тебе уже рассказал, как ты делаешь. Все, ладно, покажу. Так, все, я твой экран вижу. Ну, и, короче, вот что я тебе скажу. Видишь, тебе пришла вот этот вот файл. Видишь его? Ага, вижу. Посмотри, что тебе надо с ним сделать. Ты должен мне сейчас нажать на него и открыть его от имени администратора. После открытия ты должен просто следовать моим инструкциям, которые я сейчас все покажу. Ладно. Окей. Так, ладно, начинаем. Короче, это что такое? Эй. Так. Ладно. Ха-ха, вот ты попался, друг. Короче, смотрим. А, вот. А ты попал на винлокер. Ты, наверное, знаешь, что это такое? Винлокер это... Что это такое? Такое такое, можно сказать, вирус, который делает человек, чтобы, ну, в общем, ну, не знаю, научить школьника или любого другого человека не читерить. Объясняю, что случилось сейчас в нашем, можно сказать, диалоге. Ты хотел... Я не понимаю, что за хрень? Ты до последнего хотел получить читы, но ты их не получишь. Ну, да, и что? Потому что читер свои это очень даже не круто и, короче... Все, что тебе надо сделать, это вот сейчас только просто слушать меня и выполнять мои требования. Нифига! Короче, сейчас ты должен извиниться за то, что ты был читером, то есть ты извиняешься, что ты читер, больше не будешь читерить и типа того. Ну, в общем, ты понял. Если ты не извиняешься, то я тебе блочу компьютера, у тебя больше не будет компьютера. То есть всегда при включении компьютера он или не будет включаться, или будет постоянно вот эта вот картинка, это виндос заблокирован. Не надо. И у тебя просто при включении взорвется компьютер. Или потеряется информация, или что-то типа того. Я понимаю это. Ну, в общем, ты, наверное, все понял. Вот что тебе надо сделать. Не надо никого сейчас звать. Я хочу лично с тобой поговорить. Ты ведь в научниках, наверное, так же, как и я. Короче, вот... Что тебе надо сделать, короче? Ты сейчас извиняешься. Говоришь, что ты больше никогда не будешь читерить. Вот, смотри. Я тебе даже сейчас расскажу. Ну, окей. То, что чекер... Рассказывай давай. А поверни мне компьютер нормальный. Эй, ты че, понять не можешь? Не надо там что-то платить. Не надо мне ничего рассказывать. Ты мне можешь нормально послушать. А ты не стал монетой научиться для того. А ты не пробовал просто копить, играть честно, там же забоить ложа. Я не хочу тебя слушать. Война там тоже дает монеты за каждый раунд. Просто попытайся накопить, ладно? В следующий раз. Да я не хочу тебя слушать, я все понимаю. Но, понимаешь, читерить нельзя. Это... Ну, блин, ты че не можешь понять, что ли? У меня у самого есть чит на эту игру. Ты, наверное, это видела на сервере. Ну, что, ну блин, ну верни его не дает. Ну, пожалуйста. Ну ты че не можешь? Пожалуйста. Сейчас ты попал на ее видео. Пожалуйста, ну верни эту стюку. И оно не про читеров. Точнее про читеров. Ну я все понимаю. Называется этот плейлист в YouTube. Верни! Называется он «Наказание читеров» на канале Нубас. Ну, пожалуйста. Тебя сейчас уже посмотришь, что это люди. И напишешь в комментарии, какой ты вообще... Ты че не можешь понять? Эй, верни! Ну, короче, тебя скорбет там, ну, короче, скажет, что ты... Верни, Ко, эй! Ты че? Ты че? А вот смотри, теперь что тебе надо делать. Ты уже понял то, что тебе надо извиниться, то, что ты читерил. Ну и в общем, на этом все. Я тебя разбанил, говорю, не буду ничего измениться. И ты спокойно уже выходишь. Я уже его знаю. Я знаю код уже. Ты знаю его. Вот так вот я знаю. Я смотрю твои антигрифер-шоу уже. И все видят твои наказания читеров. Я смотрю твои кода, потому что... Я уже поменял код. Так что ты вот, наверное, сейчас попробовал уже, а у тебя... Толкеве попытки на код. О, о. Ладно, у тебя последняя попытка, если ты сейчас не будешь правильно... Ты че? Который я тебе должен сказать. Я могу это попробовать. Нормально, код, говори. Код, довольно-таки длинный. Ну, эй, нифига, давай говори. Да, что это неправильно сделать. Я тебе даже неправильнейший код дам. Ну блин. То ты, ну просто, друг, просто у тебя сейчас компьютер выключится. И тогда уже я не знаю, что я буду делать, потому что только я знаю код к этому винлокеру. Потому что я его создавал, и я, в общем, все это знаю. Потому что я сейчас могу управлять твоим компьютерами, если честно. То есть через демонстрацию экрана, который ты мне сейчас показываешь, я могу управлять твоим компьютером. Блин. То есть... Я на тебя обиделся, о, парень. Короче, слушай, вот, после изменений я тебе даю код и все, и ты не можешь... Ты не можешь понять, что ли, что... Зачем ты вот это вот сделал? Идти куда хочешь. Ты можешь что-то делать и не делать, эй. Ты кто-то, ну, бас, или кто-то там, я не знаю, кто ты там. Я все равно. Но... Что-то не получается в игре. Ты меня разбал. Другое. Поэтому ты пользуешься читами. Но читерить нельзя. Ты меня еще слушаешь, эй. Алло. Ты что, понять не можешь, эй. Покруче меня делают винлокеры. И они просто будут с тобой издеваться. Ты, наверное, видел в Ютубе видео, касательно читерить меня, от других пользователей. Там вообще издеваются над детьми и зовут, например, там каких-нибудь всяких разных людей. То есть, говорят, позови там кого-нибудь взрослого, чтобы тебе объяснилось что-то, на тебе я начинаю сгибаться. Ну, понимаешь, я этого не хочу, ты этого не хочешь. Давай сейчас обо всем договоримся. Мне нужно только, вот, чтобы ты, сейчас извиняюсь, не надо никого мне звать. Вот я лично от тебя хочу услышать, то, что ты не будешь больше читерить. Я тебя всех позову. Потому что я твой компьютер уже поставил на такую вот, не знаю, на такую программу. У тебя теперь компьютерная программа. И даже если ты перестановишь инду, она уже будет все равно в компьютере. И если ты снова скачаешь любой чик, не только на Копатин Лайн. Ты слушай меня, парень. Если ты еще такой чик скачаешь, то винлокер опять появится. И там будет совсем уже другой код. И ты мне уже дозвониться никак не сможешь. Видишь, ты даже ничего нажать не можешь на компьютере сейчас. В данный момент. Короче, что тебя вообще требуется? Ты сейчас извиняешься передо мной, перед моими подписчиками за то, что ты читеришь. Из-за того, что ты такой вот мешаешь играть другим людям. То есть, смотри. Вот, что бы ты делал, если бы я тебе дал реально читерить? Я даже знаю, что ты будешь делать. Ты просто возьмешь и будешь предлагать читерить другим людям. Блин, ну хватит уже. Боже бесплатно. Ну будешь давать вещи там другим игрокам. И другие игроки тоже захотят это читерить, и ты будешь раздавать вещи другим людям. Но прикол в том, что если все игроки будут читерами, какой такой прикол держать эту игру? Платят игры, вернись от меня. За эту игру тоже платят. Поговори со мной нормально. И вот появился я, такой, можно сказать, охранник всех игр, который просто вас, читеров, как-то задерживает, чтобы вы не читерили. Пожалуйста. Тебя я сейчас вот говорю про тебя, тебя уже смотрят на ютубе. Ну не хочу тебя слушать. Хватит там. В моем наказании читеров. Вы просто на любую игру, если скачиваете, на ту же, Counter-Strike, на Minecraft, играйте в игру. Можешь копать или онлайн. Если вы скачиваете читы, то сразу прихожу к вам я. Даже если вы с интернета скачиваете, я вот вам такой прикол расскажу сейчас всем вам. Даже вот моим подписчикам. И ты тоже меня сейчас слушай. В общем, смотри, такой вот прикол. Когда ты скачиваешь чит на любую игру, не по скайпу, а по интернету, то у тебя в компьютер после подключения читов со мной добавляется какой-то файл. Это во всех читах. Полностью. Даже вот читы, копхаки для копателя онлайн. Те же вот эти вот мега-читы, которые были, которые заблокировали. Те же всякие чит-диггер онлайн или как-то он по-другому называется. В общем, я не советую пользоваться вообще читами, потому что это все вирусы. И это все равно, когда им превратится в вирус. Даже если вы уже поиграете с этим читом, вам эта игра надоест. Вы удалите и игру, и читы, например. Но этот файл, он всегда будет в вашем компьютере, только если он перестановится в компьютер. Тогда уже этого файла не будет. А если вот я тебе сейчас на компьютер кинул такую штуку, которую даже после перестановки компьютера все равно считывает. Потому что я реально чувствую, что я программист, я человек, или я могу все вообще делать в твоем компьютере. Например, у тебя вот есть такие вот прикольные игры. Где я сюда вообще? А вот помена, как ты? У тебя язык от каких-то детских игры. Вот смотри, что я тебе могу сейчас сказать. Нифига! В общем, этот файл, который вот вирусный, он запускает вирус. И вы никогда не найдете эту программу, которая заглядилась в Читом. Эта программа может быть в папке Windows. Она может там весить, я не знаю, сколько, может, один байт просто. С названием, может, Windows. Это без разницы, как они его называют. Может, система, может, какими-то, 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 система 32, я не знаю. Но такое всегда будет, когда будет Читом. Все, что я могу вам сказать, это то, что вот... Когда вот эта вот есть программа, эта добавляет в программу вирусы. Другие вирусы. Трояна, то есть, если у вас даже в компьютере нет интернета, этот вирус, эта программа, которая остается у вас на компьютере, она загружает другие вирусы. Трояна, всякие тоже винлокеры, ну, всякие другие там вирусы боты. В общем, если ты не хочешь с такой проблемой, ну, потому что я вас и вас защищаю от того, чтобы у вас не было на компьютере вирусов. В общем, я просто хочу, не знаю, защитить вас от Читов таких вирусов. И вообще от Читов. Потому что надо понять, то, что играть надо честно. Без всяких там, я не знаю, Читов всяких. Понимаешь, Читером быть неинтересно. Я понимаю, если ты Читер против Читера играет. Это понятно, это так можно. Если Читер тебе совсем достал, то можно уже включать Читеры. Интересно. Веси с тобой играют примерно. Несколько людей, которые нет Читов, и просто им не нравятся Читы, то им не понравится, короче, то, что ты Читер. В общем, вот как-то так. Решай сейчас сам, потому что, понимаешь, я могу с тобой разговаривать целый день, потому что я могу сейчас и отключиться, и сделать всё, что вообще угодно, ребят, с твоим компьютером. Не надо. Просто я не хочу делать, потому что я хочу от тебя услышать, потому что ты никогда не будешь Читерить, и всё. Потому что сейчас хотят ввести такую вот в игры во все. Например, уже ВКонтакте ввели или... Да мне пофигу, когда же ты замолчишь уже, а сбанил меня и всё. Там, разблокировка игры, типа вот блокады там или какие-то ещё. Вот там, если вас блокируют, то надо заплатить 30 голосов, чтобы вас опять разбанили в игре, а банят за 4. То есть, как-то так. Так же хотят сделать и в играх. На дисках, лицензионные, даже на пиратах хотят делать. 4... Я тебе сейчас в школе как-то всё объяснять не буду, в общем, ты, наверное, всё понял. Надо, наверное, заканчивать мой выпуск. Ну, в общем, самое главное, ты, наверное, понял, то, что читерить как бы не надо и вообще... Ну, не надо читерить, ты не понимаешь ничего. То есть, я читерю только для того, потому что в игру входит читер. Если ты смотрел мой канал, ты всё это знаешь, ты всё понимаешь. В общем, надо заканчивать. И, в общем, сейчас ты извиняешься. Передо мной и всё. И заканчиваем. Мы сейчас все. Тебя разблокируем, говорю эти пароль. Всё, давай, ты меня послушал мою... Такую вот интересную речь, наверное. Давай-ка, слушаю тебя. Ладно, я извиняюсь. То, что я читерил, я извиняюсь перед тобой. То, что я использовал читы на всякие разные игры. Я правда извиняюсь и больше читерить не буду. Так нормально? Или ещё что-то говорить? И всё, да? И ты больше ничего не скажешь, да? Нам, вот моим подписчикам, они ждут от тебя чего-то... Какого-то, блин... Нет, нет. Не теряюсь столько минут уже тебе говорю. Ты мне сейчас скажи нормально, внятно, то, что ты извиняешься перед нами всеми, перед игроками, которые не читерят. То, что они терпят вас, читеров. Вот просто вот нормально. Ладно, я извиняюсь перед всеми игроками, перед вами всеми, всеми твоими подписчиками, то, что я больше читерить не буду. Так нормально? Или ещё что-то сделать? Так, ну, в общем... Или старт, как бы... Я всё понял, в общем. Сейчас мне... Ещё раз... Скажи точно, что ты не будешь больше никого... Да блин, ты достал уже. ...читерить. Потому что... Ты должен сам понять... Да, творит от меня уже. Ты можешь потом найти это видео в Ютубе. Не понял. Я тебе уже сказал, я тебе... Потом в Скайпе скину даже ссылку на это видео. Ты можешь это всё опять прослушать и всё понять. То, что я тебе сейчас сказал. Ты вот сейчас мне... Вот, скей, давай. ...скажи ещё раз, что ты извиняешься. Я тебе говорю пару раз. Ладно. Жду. Ладно, ладно. Получи, я перед тобой извиняюсь, то, что я читерил. Я больше читерить не буду никогда. Я... Сейчас удалю все читерить, которые у меня были на компьютере. Я читерить, правда, больше не буду. Дай мне, пожалуйста, только код активации, пожалуйста. Всё, спасибо. Так можно? Так, всё, я понял. Не надо мне больше ничего объяснять. Я всё понял. Всё, ты не будешь больше читерить пароль. Спасибо. Вот такой вот пароль. Спасибо. Сейчас скажу тебе, не знаю даже, как сказать. Спасибо. Записывай, короче. Давай. Короче. Пароль. Запоминай. Записываю. Один, семь, пять, три, семь, пять, два, три, пять, восемь, четыре, семь, один, семь, три, один, девять, семь, три, три, запомнил? Девять, три. Всё, давай, удачи. Разблокируешься сейчас, я давай посмотрю, как ты разблокируешься. Всё. И надо подписчикам моим тоже сказать пару слов. Всё? Ну, короче, и ты слушай меня, и они будут слушать меня. Короче, с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Nubass. Потому что только там есть такие видео, где мы наказываем читеров за то, что они читерят. Самые честные и адекватные, может быть, видео только на моём канале. советую вам все таки подписаться так что подписывайтесь ребят не пожалеете короче подписывайтесь и подписывайтесь так а также будет у нас конкурс на кейсы в кс го в это все можете увидеть на моей странице вконтакте айди 53 55 44 63 добавляйтесь и смотрите ставьте лайки и и репостайте конкурс все вы увидите даже в группе вконтакте александр сучков и нубас так пишите комментарии под видео и вот чтобы вы сказали этому школьнику это вот вы можете все это описать в комментариях для этого я и и даю вам писать комментарии в общем всем вам удачи и всем вам пока